всем привет с вами виктория и ирина и сейчас мы с вами находимся не в одессе а находимся в южной части одесской области каким вам показать как выглядят пляжи без людей без туристов без отдыхающих во время такой сложной ситуации в украине ведь я кого выбросила на берег такого огромного краба это большая редкость встретить черное море вот здесь у нас на пляже прямо огромного краба мы сейчас его занесем водичку чтобы он жил просто захотели вам покатать нашли ирина у нас видите какая смелая ой боже он бедный смотри чтобы он такой тебя не умеет пошли сразу в воду поглубже давай его туда отнесем все мы его спасли мы надеемся что он будет жить и у него получится куда-то уплыть счастлива крабик начинается шторм мы вам покажем любое море и спокойное тихое и бушующие настоящие украинские зенки ловят руками и маникюр до свидания одна из самых ядовитых рыб черного моря вот на нее нельзя наступать она похожа на камень здесь вот шип да мы никогда в жизни не встречали ее вживую нам только рассказывали про нее отдыхающие вот еще один краб вот еще один крабик большой пока нету отдыхающих на море развелась такая вот лора и фауна вот второй краб выплыл но крабиков отпустят крабики пойдут в плаванье давайте его подразним как дела пим его и отпустим и отпустим пусть чтобы они все жили потому что есть их нету смысла мяса в них мало так что всех выпустят рапик убери руки от этой рыбы она далеко не надо это маленький покажите покажите да мы первый раз в жизни получаем пишите на видео моя рыба руками ловится так она под ногами вот это то что шевелится это оно давай не так головой сегодня у девочек да вообще вы сегодня у девочек с Ирландии будет камбала а краб укол сейчас я его не надо ира я выступал вальс большой крабик передает привет и идет размножаться в черное море пока нету отдыхающих он даже помахал клесней а дальше мы его отпускаем пускай идет в плавание уже два дня на море у всех рыбалка все что-то ловят и все ходят в сычкаль мы взяли у наших знакомых вот такой сочетки сейчас ходим тоже в Викторию и пытаться что-то поймать или креветку или краба или язвы признаемся честно мы никогда такого не делали вижу Ирина уже пошла поэтому ее догоняем так я чувствую у нас сегодня будет очень серьезный вкусный ужин с морепродуктами ну судя потому что я вижу в воде это будут медузы ой медузы так уже есть медузы да как потеплела вода уже что там Ирина как дела краб а давай я чувствую тебе придется так долго ходить все и снова медуза давай Ирина я хочу калкан калкан и креветки что там и снова медуза я уже сдалась я уже не хочу морепродуктов на ужин но Ирина не сдается она решила выловить всех медуз черного моря очень серьезный ой вот это серьезный ужин смотрите шелена снова медуза ой она живая? нет не она не живая ну понятно мы нашли маленького крабика ой сейчас я закрываю его вот он на медузе поймали маленького крабика он хочет убежать обратно в море смотрите вот наш улов наш улов убегает обратно в море но мы не будем препятствовать беги крабик это все на что мы способны беги давай он убегает посмотрите это просто National Geography это наш ужин убегает ой поможем а то он уже устал наверное Ирина славила крабика с медузой Ирина его и спасет а вон он давай все мы всех отпускаем мы никого не будем есть честно говоря мы очень устали от этой сложной ситуации в Одессе от постоянной работы генераторов от взрывов в тревог от бесконечной жиры мы решили уехать на дикую природу на дикие пляжи Одесской области думали что здесь ситуация поспокойнее но последние несколько дней здесь тоже далеко не тихо единственное что радует это теплое такое располагающее к себе черное море и отсутствие людей мы здесь один на один с природой вот смотрите все приплывает и приплывает такие большие медузы нам даже сначала было страшно чтобы это никакие не мины были оказывается это такие красивенные медузы но ужас в том что они ужасно жалятся посмотрите она живая ой какая большая класс красивая ну кстати медуза это предвесник холодной воды да ой рыба на рыбу наступила все выходим идем потому что холодно к сожалению название этого курорта мы пока говорить не будем но хотим сказать что когда-то в постсоветские времена здесь отдыхали все страны СНГ эти пляжи принимали и белорусов и россиян и молдаван на этих обрывах были всегда написаны из ракушек названия столиц такие как Минск, Алма-Ата, например, Питер, Киев потом белорусы и россияне естественно прекратили приезжать в Украину начали в большем количестве приезжать молдаване молдаване тоже перестали сюда приезжать потом это место принимало очень много киевлян и захидноукраинских лист таких как Ивано-Франкинский, Львив сейчас здесь нет никого здесь практически нет людей только чайки, крабы, мы и еще несколько отдыхающих в общем грустно потому что мы всегда думали что красота курорта это красивые фасады, горящие рекламы а сейчас мы поняли что красота любого курорта это отдыхающие когда их нет это очень грустно и печально в местности в которой мы находимся высокие очень обрывы от 10 до 17 метров по-моему и смотрите какие обвалы здесь происходят поэтому близко к обрывам нельзя лежать всегда нужно нужно лежать ближе к морю чтобы ничего не свалилось на голову мы поймали еще одного маленького крабика поймали? ааа крабика поймали он маленький что там? отпущу а вот он я его отпущу все все отпускаем крабика все все у нас еще одна попытка рыбу мы не поймали 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 медузу о класс какой у тебя о рапанчик маленький Виктория посмотришь что мы поймали класс я вижу посмотрите это такая редкость сейчас в наше время не моделяй они это морской черти посмотрите это мы называли в детстве это морские чертики это это цветет так какая то водоросль по-моему не знаю надо почитать оно очень острое да оно если наступить то может пробить ногу посмотрите какой цветочек посмотрите какой рапанчик ой сейчас уберем медузу не медуза посмотрите эти ракушечки розовые какие у нас храбик храбика сейчас спасем ааа посмотрите его уже не надо спасать большие устрицы это не устрицы это мидии мидии посмотрите какое богатое у нас черное море один один сачук и смотрите какая красота сегодня мы будем испытывать в Виктории вот такие подушечки мы их купили за перед войной сегодня будем на них первый раз плавать у меня оранжевая Виктория и желтая три года они ждали твоего часа тут еще матрасик есть апельсинка но он остался в Одессе Ирина не боится медуз мне очень не нравится что полное море медуз смотрите вот медузы а вот Ирина поплыла как как катер как катер что все там есть шторм третьих мы не знаем что там еще может плавать лучше быть здесь в этой луце такая плотка вообще в моем глубже мы приходим чтобы выловиться но и Ирина говорит мы просто боимся что сейчас все таки война есть мины и мы тупаемся возле берега в прозрачной водичке и боимся заходить к ним же все таки немного страшновато еще когда у тебя трутся медузы это не очень приятные ощущения давай скажи скажи вообще мы тогда только первый раз приехали боялись купаться в море и замин но перед нами три мужчины делали разминирование они с разбега забивали море и ныряли вниз головой мы это место знаем теперь здесь такая коса мелкое дно все видно поэтому можно так полягушачьи полягушачьи популдыхаться в море вот чем отличается отдых в Одессе на пляжах и чем отличается отдых за городом в Одессе ты просто лежишь намазан кремом маслом просто загораешь здесь ты активно проводишь свое время и ознакомливаешься с флорой и фауной черного моря уже поближе и здесь есть всегда чем заняться например как мы сегодня ловим крабов правда получается ловить только медуз но мы хотели наловить и показать вам крабов и конечно мы всех отпускаем потому что есть их нет смысла они очень маленькие а вот отдыхающие просто руками наловили я здесь чуть позаглядываем в бутылочку как камбала видно как маленькая камбала сейчас камеру попробуем класс они просто руками ее ловят тут видите плавает маленькая рыбка ну хочется ее отпустить если честно мы с Викторией будем как команда Кусто наблюдать за подводным миром Черного моря какая она красивая правда очень красивая возьми ее ближе я боюсь ой какая она большая не знаю на килограмм пять ну не надо чтобы она к нам плыла потому что жалятся они ужасно ой красивая какие щупальца но она такое чувство что умирает да? какая то она замученная нет знаете когда то было время когда мы приходили на пляж здесь было много людей и мы думали боже когда эти люди куда то разъедутся когда они не будут нам мешать отдыхать сейчас мы на этот пляж приходим это за моей спиной есть люди но их маленькое количество просто сегодня выходные и местные приехали на пляжи вообще здесь никого нету и мы очень скучаем по ощущениям когда здесь кричат дети кричат люди вместе с чайками когда здесь громко играет музыка и много-много ходит людей по улицам мы очень за этим периодом скучаем и надеемся что скоро закончится война и люди смогут снова свободно приехать сюда на эти пляжи и загорать и мы сможем спокойно нормально спокойной обстановке их показать мама прошлась по пляжу пособирала нам всех жителей черного моря практически посмотрите очень много крабиков потому что поднимается сероводород и полный берег всякой морской жирности пушки от рапана их зимой если приехать сюда на пляж зимой то их просто огромное количество все а вот еще одна вот такая мы показывали большую яговитую рыбу черного моря это вот совсем маленькая а вот здесь видно у нас такие черноморские мидии их кушают они очень вкусные эти прям запечатанные живые на водоросля их выбросила с водички вот вот такая красота посмотрите какие у нас еще есть красивые ракушки на черном море они розового цвета такие нежные их их встречается очень много конечно в шоке от того сколько за два дня мы увидели всего нового интересного на этом побережье все таки отсутствие людей положительно влияет на развитие живности в море плюс море еще очень чистое конечно крабов в таком количестве мы не видели давно рыба плавает не боясь дельфинов мы еще не встречали мы здесь несколько дней дельфинов не было раньше здесь почти каждое утро были дельфины смотрите что обнаружила Ирина она нашла настоящего черноморского хищника посмотрите это черноморский рапанчик и ест он вот такие вот мидии он питается мидиями морскими вот этими сейчас тени берем ну этот же мертвый мы его сейчас помоем ой какой красивый морские рапанчики когда-то я читала были привезены каким-то кораблем буквально ой маленький крабик да да дай его спасти сейчас сейчас спасем крабиков они были привезены кораблем и они поразмножались в черном море именно из-за того что здесь нету морских звезд потому что их любят очень есть морские звезды так солнце светит ничего не вижу мы посадили в ракушку маленького крабика надеемся вам его видно и сейчас пойдем его спасать потому что нужно чтобы они в черном море размножались берем и несем так поглубже на ирина отнеси его поглубже все поглубже хочу его показать вот он вот он живой маленький маленький и показывали тихое море спокойное вот начинается какой красивый шторм сильный такой достаточно птицы летят не знаю видно ли их мы идем дальше купаться всем желаем хорошего дня хорошего настроения и приезжайте все на черное море когда будет спокойно тихо море всех зовет любит и передает всем привет всем привет